Варварское уничтожение самой популярной зоны отдыха Одессы Аркадии – дело рук местной власти и бизнеса. Доказательства сговора чиновников и предпринимателей представили общественники и журналисты. Территорию, где раньше была Аркадия, одесситы нередко называют каменными жуглями или филиалом седьмого километра. На месте вырубленного сквера цивилизованные бизнесмены поставили бетонную стену ресторанной и магазиной. Гаражанам обещали реконструкцию и благоустройство. Расследование деяний мэрии обнародовала телекомпания «Южная волна» в программе «Черный список». В феврале 2014 года исполняющий обязанности городского головы Олег Брандак подписывает от имени городского совета несколько договоров аренды, по которым по крайней мере два участка общей площади полтора гектара, их таких договоров было больше, передается то в Аркадия-сити для озеленения территории. Кроме того, этими договорами аренды не предусматривалась вообще какая-либо застройка данных земельных участков. И в соответствии с тем, что якобы Аркадия-сити хотела для одесситов создать там зеленую зону, была выбрана самая минимальная, минимальный размер арендной ставки. Из почти 20 гектаров зеленых насаждений осталось полгектара. То есть, для блага народа вырубили почти все. Абсолютно бездумное, безграмотное решение и с точки зрения планировки городской среды. И если учесть, что там находился объект природзаповедного фонда, Аркадийская аллея, она была, ну скажем так, поставлена на учет как памятник природзаповедного фонда. И это было просто такое наглое нарушение законодательства природоохранного. Потому что она до сих пор числится. Есть охранные заболевания, которые кто-то несет. Да, по факту это уже, во-первых, территория, которая выведена как частные владения. Во-вторых, это коммерческие объекты, торговли и так далее. Нарушения очевидны, но ответственности не понес никто. Как говорится, все схвачено. Схема взаимодействия бизнеса и власти действует безотказно. С чем это связано, такая доброта Одесского городского совета? Скорее всего, с тем, что господин Труханов, на то время являвшийся депутатом Верховной Рады и фактически контролировавший сразу две партии «Доверяй делам» и партию региона в Одесском городском совете, согласно документам, опубликованным «Панама Пейперс», является через свою дочку Екатерину одним из бенефициаров компании «Аркадия Сити». Совместно с проходящим сейчас по обвинениям в создании преступной группировки господином Галантерником и гражданином Израиля Молдавановым, которого так или иначе связывают со смотрящим по Одессе преступным авторитетом Ангертом. И, вероятно, поэтому Аркадийская аллея, фактически вся Аркадия была отдана компании Аркадия Сити под уничтожение. Рядом с ресторанами и магазинами скоро появится здание гостиницы или апартаментов. На деле началась жилая застройка. Строить тут высотки в нынешних условиях вообще нельзя. В Аркадии нет современной системы канализации. Во время каждого ливня разрушается дорожное покрытие. Загрязняются пляжи и море. Если бы это решалось инженерно, грамотно, была бы организована система водоотведения, система сбора ливневых вод и так далее, и система водоотведения, то, вероятно, таких бы последствий пагубных не было. Но сейчас мы видим после каждого дождя, как смывают тонны плитки и смывают это все в море. Песок постоянно с пляжей смывается и тоже в море смывается. Схему передачи территории Аркадии по застройку и потере городского бюджета на занижение ставки арендной платы за землю проследило электронное издание «Избирком». Реальная цена квадратного метра – 500-600 гривен, а город получает полторы гривни. Одесский городской совет потерял примерно 40 миллионов гривен на смешные арендные ставки, под которые был заключен договор. Повторяюсь, договор был заключен на 49 лет, и можете представить, насколько стоимость аренды изменилась с 2014 года. По самым-самым, опять же, скромным подсчетам, за 7 лет Одесский городской совет потерял еще не менее 80 миллионов гривен только лишь на арендных ставках, которые не пересматриваются с 2014 года. И, как я понимаю, никто их пересматривать не собирается. Попытки общественников инициировать расследование обстоятельств всего, что творится в Аркадии, остаются опять успешными. На сегодняшний момент все заявления, которые подавались лично мной и другими общественниками прокуратуры Одесской области с целью инициирования досрочного расторжения этих договоров аренды не привели никаким результатам. Прокуратура ограничилась ссылкой на управление земельных ресурсов, которое якобы утверждает, что земельные участки в настоящий момент используются в соответствии с их целевым назначением, что не соответствует действительности. Бизнесу, коррумпированным чиновникам и депутатам нужны деньги. И потому Аркадия, любимый несколькими поколениями агесситов и наших гостей угла города, остался только в памяти и на архивных кадрах. Продолжение следует...